Привет, друзья! Это канал Фактограф и видео о самых невероятных водных динозаврах. Миллионы лет назад нашу планету населяли не люди, а огромные жуткие существа. Глядя на них, сложно представить, что это не выдумка, не легенда и не обыкновенная компьютерная графика. В свое время динозавры колонизировали землю, воду и воздух. В морях и океанах господствовали огромные водные хищники, по сравнению с которыми человек выглядел бы как маленький беспомощный котенок. В этом ролике мы рассмотрим 10 древних морских рептилий. О многих из них мир впервые узнал лишь в 19-20 веке, когда ученые стали находить поодинокие фрагменты скелетов. В этом ролике мы покажем, как выглядели водные динозавры, расскажем об их поведении, питании и образе жизни. Мы погрузимся в доисторические времена, где никогда не ступала нога человека. Благодаря работе ученых и новейшим технологиям, мы сможем увидеть, как в те времена обстояли дела в подводном мире. Так что занимайте места, мы едем смотреть древних морских динозавров. Шунизавр — это крупнейший рот водных рептилий, принадлежавших к отряду ихтиозавров. Они существовали в поздний триасовый период, более 200 миллионов лет назад. На вид шунизавры были как современные дельфины, но намного крупнее. Длина их тела достигала рекордных 15 метров, что делало их настоящими великанами на фоне остальных ихтиозавров. Размеры впечатляют, не правда ли? Шунизавры отличались широкими ребрами, длинной мордой и четырьмя длинными узкими плавниками. Как и у современных кашалотов, у этих животных были слабые и не слишком острые зубы, расположенные на передней части рострума. Ученые предполагают, что они питались мягкотелыми моллюсками или кальмарами, нападая на добычу из засады и поглощая ее целиком. Морские хищники жили в воде и никогда не выходили на сушу. Останки шунизавров впервые были обнаружены в 1869 году в США в штате Невада, вблизи поселка Берлин. Все 37 скелетов лежали на склонах каньона Юнион в Шашонских горах. Морские рептилии, вероятно, погибли в разное время и были захоронены в глубоких шельфовых водах. Танис трофей По сравнению с этим древним красавчиком, жираф показался бы нам вполне обычным животным. Танис трофей – ящероподобное присмыкающееся, существовавшее на Земле около 230 миллионов лет назад. При общей длине тела, достигающей 6 метров, на шею приходилось больше половины, около 3,5 метров. Ни у одного земного существа не было настолько длинной шеи. Она состояла из 13 шейных позвонков и позволяла ящеру высунуться из воды и схватить добычу на расстоянии. Поскольку Танис трофей вел хищный, водный или полуводный образ жизни, он питался рыбой и головоногими моллюсками. Его голова была маленькой, а пасть была заполнена множеством острых конусообразных зубов. Окаменелые фрагменты костей Танис трофея были обнаружены немецкими палеонтологами в 1830-х годах в Баварии, а в 1929 году в швейцарских горах был найден целый скелет этого динозавра, и ученые смогли воссоздать правильную реконструкцию его тела. Леоплевродон – это хищная водная рептилия позднего юрского периода из отряда плеозавров. Леоплевродон обитал в океанах около 160 миллионов лет назад и передвигался так же быстро, как большая белая акула. По одним данным, динозавр был около 10 метров в длину, по другим достигал 15. На вид он был классическим плеозавром – большая узкая голова, 4 мощных плавника и короткий хвост. При плавании вода попадала во внутренние ноздри, давая Леоплевродону возможность ощутить запахи и выходила через наружные. Ноздри не были предназначены для дыхания, на поверхности животное дышало ртом. Огромная пасть Леоплевродона была заполнена острейшими 30-сантиметровыми зубами, которыми он разрывал плоть, дробил мышцы и кости своих жертв. Питался жестокий хищник большой рыбой, моллюсками, а также другими морскими рептилиями, которых мог поймать. Первые Леоплевродоны были описаны в 1873 году по единственному найденному зубу на севере Франции. А в конце XIX века в Англии был обнаружен полный скелет этого динозавра. Даказавр. Следующее место в нашем списке занимает даказавр, один из лучших хищников морских глубин. Он существовал на стыке Юрского и Мелового периодов, примерно 150 миллионов лет назад. Это существо выглядело как помесь рыбы и динозавра, но при этом относилось к так называемым морским крокодилам. Даказавры из семейства Метриаренхит были одними из немногих представителей своего вида, приспособленными к охоте только на крупных водных существ. В длину животные вырастали до 6 метров. Они имели короткую закругленную морду, высокий череп, лапы, преобразованные в плавники и огромные острые зубы. Возможно, по образу жизни эти хищники напоминали косаток, но по поведению современных полуводных крокодилов. Первый раз даказавры были описаны в 1856 году, и на протяжении долгого времени о них знали только благодаря зубам, найденным в юрских отложениях Западной Европы. Нотазавр. Представляем вам еще один род вымерших водных динозавров – нотазавры. Они обитали на Земле во времена Триасового периода более 210 миллионов лет назад. У рептилий было ящероподобное строение тела, гибкая шея и длинный изогнутый хвост, который помогал маневрировать в воде. Их тело достигало в длину 3, а по некоторым данным – целых 6 метров. Также нотазавры отличались плоским вытянутым черепом и длинными челюстями с острыми зубами. У них также были перепончатые конечности с длинными пальцами, которые позволяли передвигаться как в море, так и на суше. Эти рептилии были известными падальщиками. Их рацион состоял в основном из выброшенных на берег тушь морских существ. Но иногда они сами нападали на прибрежных рептилий или рыб. Впервые род нотазавров был описан в 1834 году. Остатки этих ящеров были найдены на территории Европы и Азии. Ученые предполагают, что они жили на месте нынешнего Китая – Израиля, Северной Африки и России. Тилозавр. Эта огромная морская рептилия существовала около 80 миллионов лет назад в позднемеловой период. Она является одними из самых известных древних хищников мелководных морей. Длина тела тилозавра была примерно 15 метров, из которых только череп занимал до 1 метра. Внешний вид отличался вытянутым рылом – огромной пастью с большим количеством зубов, короткой шеей и мощным хвостом, напоминающим весло. Очевидно, что телозавры были очень похожи на крокодилов, но на самом деле они являются предками современных варанов. Эти хищники были чрезвычайно свирепыми существами и часто вступали в бои друг с другом. Об этом свидетельствуют множественные переломы на найденных скелетах. Причиной таких боев чаще всего становилась еда. Питались телозавры рыбой, крупными акулами и другими мелкими водными динозаврами. Останки телозавра были найдены в 1868 году в Западном Канзасе. Ученые предполагают, что представители этого рода жили на территории Северной Америки, Антарктиды и Азии. И, по-моему, нам очень повезло, что этот гигантский хищник давным-давно не водится в морях. Кронозавр. Одного из самых известных плеозавров мелового периода назвали в честь кровожадного греческого бога Кроноса. И, поверьте, совсем не зря. Этот крупный хищник обитал в океанах около 120 миллионов лет назад. У него было широкое приплюснутое тело длиной около 12 метров, короткая шея и вытянутая голова, которая занимала четверть всего тела. В огромную трехметровую пасть с острыми зубами могла легко войти целая туша животного среднего размера. Плавники Кронозавра напоминали моржовые ласты, и задние ласты были немного больше передних. За силу и устрашающий вид ученые прозвали его «царем древних морей». Основным занятием Кронозавра был поиск пищи. Все водные существа старались избежать встречи с этим кровожадным монстром. Останки Кронозавра в виде фрагмента челюсти впервые были обнаружены в 1899 году в Квинсленде, в Австралии. И только в 1977 году в раннем меловых отложениях в Колумбии был обнаружен полный скелет. Мазазавр По сравнению с этим водным монстром Кронозавр покажется вам не таким уж и жутким. Мазазавр вырастал в длину до 17 метров, а по некоторым данным и до 20. У него был клиноподобный массивный череп, вытянутая морда и широкие челюсти с большими зубами. Тело ящера было покрыто чешуйчатой кожей. Несмотря на внушительные размеры, он ловко маневрировал и, едва заметив добычу, совершал стремительные броски. Этот хищник был настолько прожорлив, что старался схватить каждое живое существо, попавшееся ему на глаза. Взрослые крупные особи даже охотились на своих сородичей и запросто могли убить свое потомство. Выпрыгнуть из воды, чтобы схватить пролетающего мимо птерозавра? Для мазазавра это было проще простого. В свое время он находился на вершине пищевой цепи. Мазазавры существовали в водах Западной Европы и Северной Америки. Поздний меловой период приблизительно 70 миллионов лет назад. Их останки впервые были обнаружены в 1764 году возле реки Маас в Нидерландах. Талатуархон – это старейшая морская рептилия, которая была высшим хищником. Талатуархон принадлежал к отряду ихтиозавров и существовал в период среднего триаса около 240 миллионов лет назад. Только вдумайтесь в эту цифру. По оценкам экспертов, водный хищник достигал в длину до 9 метров. Он отличался вытянутым телом, слаборазвитым хвостовым плавником и большими тонкими зубами. Своей огромной пастью талатуархон захватывал не только мелких моллюсков, но и крупную добычу своих размеров. Ископаемые окаменелости древнего водного хищника были обнаружены совсем недавно – в 2010 году в штате Невада в США. Чуть позже, в 2013 году, этот вид получил научное описание и официальное название – Талатаархон саурафагис, которое с греческого языка переводится как «морской повелитель, питающийся ящерами». Талатаархон саурафагис Прогнатодон Последним героем этого видео будет Прогнатодон – морское присмыкающееся из семейства мозазавров. Он жил на Земле во времена позднего мелового периода, около 80 миллионов лет назад. Общая длина тела представителей этого рода достигала от 6 до 13 метров. У них был массивный череп, закругленный кончик морды и короткие челюсти с острыми конусообразными зубами. Ученые предполагают, что Прогнатодон был обитателем открытого моря и мог достаточно глубоко опускаться под воду. Основу его рациона составляли моллюски, черепахи, большая рыба и другие водные рептилии. Первые образцы останков Прогнатодона были обнаружены в Бельгии в 1889 году. Также фрагменты некоторых видов этой рептилии были найдены в различных частях мира, включая Европу, Африку, Северную и Южную Америку. На сегодняшний день известно лишь несколько экземпляров с целыми отдельными черепами, но пока не найден ни один с полным скелетом. Это была десятка самых невероятных водных динозавров. Как вам эти, милые зверушки? Понравились? Впечатлили? Или, может, удивили? Или вы так же, как и мы, рады, что они больше не существуют? Делитесь с нами в комментариях.